А вместо вас, другого персонажа, но это вы тоже по истории? Вымышленные, да, были, но у них просто не рассыть и тупо пустить на самотек, чтобы он сам писал, сам публиковался, сам придумывал... Сам давал интервью, сам устраивал скандалы, сам ругался с издателями и сам пошел выпивать потом. Это я могу. Слушайте, я хочу... Два слова я поддержать как раз Александра. Про то, как он пойдет выпивать? Нет, нет, про, как бы, вот эту стратегию, которую он описал. Я думаю, что в будущем, конечно, это одна из стратегий существования писателя. Это придумать себе вот такое альтер-эго, воспользоваться искусственным интеллектом для продвижения, да. То есть, ну, будут искусственные интеллекты, будут типа рабов, будет такой рынок искусственных интеллектов типа рабов. Я же вас спрашивала про театрных негров. Значит, это и умирающая профессия будет? На самом деле, каждый писатель, даже начинающий, сможет при помощи искусственного интеллекта взять себе, ну, таких вот много-много литературных негров. И, ну, я еще вот что хотел сказать, очень важная вещь, потому что в будущем будет очень важно, вот сейчас мы говорим там о тесте тьюринга, как машина, отвечая на вопросы, создаёт впечатление, что, ну, то есть отвечает на вопросы, и мы должны удостовериться, человек она или машина. Так в будущем любое существо, видимо, должно будет пройти через такой тест анти-тьюринга, то есть доказать обратное. Вот. И в том числе писатель должен будет пройти такой тест, чтобы… Я живой, я живой, понятно. А если я не пройду? Ну, кстати, мне кажется, что 50 на 50, то есть так же, как машины, я считаю, вполне могут изобразить себя людьми. Так людям, им труднее, кстати, людям, я там, думаю, разобрать это тоже в своей книге стоит. Понятно, да. А почему людям труднее будет доказать, что они люди? Боря, можно к вам вопрос? Не знаю, отчасти сейчас об этом Игорь говорил. Вы как считаете, машина может определить с помощью нейросети или чего угодно? Это текст, написанный человеком, а это машина? Очень хороший вопрос. Может ли машина определить… То есть, может ли машина сама быть судьей в тесте Тьюринга? Да. Анти-тюринга. Анти-тюринга. Слушайте, ну, это большой какой-то вопрос, может быть, не для такой площадки, просто есть действительно какие-то способы определения авторства, например, где действительно хорошие, хорошо работающие методы, которые улавливают разные статистические показатели текста и умеют определять, кто что написал. И надо сказать, что нейросети, которые научились, если натренировались на текстах, например, какого-нибудь одного автора, замечательным образом подделывают эти тексты. Так что вот эти наши современные методы определения авторства не справляются с этим, они не умеют определять машинный текст, например, человеческий, но в то же время… Потому что машина хорошо научилась на одном авторе, да? И она как бы выдает себя за этого автора, понятно? Да, то есть она подделывает это очень хорошо. В то же время тексты, которые мы читаем, вот эти же самые, которые наши методы статистически не определяют, они совершенно не интересные. Они для человека, наоборот, очень хорошо видно, что это текст машинный, что он не написан разумным каким-то человеческим персонажем, а это что-то такое сгенерированное и просто… Лабуда, как мы говорим. Лабуда. Я очень хочу, чтобы люди, сидящие в аудитории тоже подключились к нашему разговору. Если у вас есть вопросы, реплики, возмущения, например, какие-то гневные отповеди современным писателям или искусственному интеллекту, то мы готовы передать вам рекламу. Давайте. Скажите, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ярослав Логин. Ну, медиа я воспринимаю как часть медиа. Если я правильно понимаю, как бы есть, ну, там, Сири, там, Алекс, там, Алиса и так далее, и люди просто общаются и получают эмоции. Можно общаться через тексты. Ну, это лишь маленький канал, мне кажется. И здесь вопрос, а, может быть, писатели совсем уйдут и будут только продюсеры? Что писатель современный скажет? Александр Беляев? Писатели не уйдут до тех пор, пока они нужны логеров. Я не собираюсь туда уходить. Во-вторых, опять-таки, людям нужны писатели, людям нужно читать. И даже когда, и даже сейчас, в эпоху абсолютного клипового мышления, даже сейчас, когда, ну, считается, что, типа, люди стали меньше читать, на самом деле это не так. Люди хотят читать, люди любят читать, люди будут любить читать. И людям всегда будет нужно увидеть некое подтверждение собственной человечности в строках, написанных другим живым существом. Мне кажется, что писатели и есть продюсеры. В том смысле, что продюсер – это профессия, которая выделяется в некоторых сферах потихоньку, а раньше не было таких продюсеров. И это человек, который отвечает как раз вот за то, что мы уже упоминали, за то, как продукт, который будет создан, будет воспринят за контекст, воспринят сегодня в этом обществе и так далее. И вся его работа в том, что он делит это все на этапы. И поэтому продюсеры появляются, на мой взгляд, я не то, что это у меня готовая идея, но я на ваших глазах рассуждаю, поэтому прошу право на ошибку. Продюсеры возникают в сложных по технологиях каких-то производствах, как то кино, телевидение, театр и так далее. Поскольку технологически, мне кажется, что писательство, производство достаточно простое, нужна ручка, компьютер и так далее, но нет, да, есть еще издательство, то поэтому писатели сами себе продюсеры. Или издатели начинают быть продюсерами и заказывают тот или иной текст. Нет, что писатель скажет, действуешь? Допустим, мы возьмем тот проект, который Александр Келевин написал, когда нейросейц создает себе паблик ВКонтакте, создает какой-то образ и начинает постить стихи, не знаю, там, текстики какие-то. И на самом деле это ничем не отличается от того, что делают сегодня современные писатели. Мы живем все в эпоху дигитальной перформативности. Писатель — это не только человек, который... Дигитальной перформативности пишет себе на руке. На руке. Потом приходите куда-нибудь... Простите, Парастоль, я сейчас... Приходите, ну вот тут встречаете молодого человека на Красной площади, идете вы на Никольскую в кафе, а вы говорите, ну вы же понимаете, что мы все живем в эпоху дигитальной перформативности, подглядывая так сюда, и все, и он падает замертво. Простите, это просто маленький... Надо какие-то еще пользу от нашей дискуссии, какую-то такую практическую себе иметь. И абсолютно нам дигитальную перформативность с вами более. После нашей... Потом кафе. Простите, Оля, давайте дальше. Один уже замертво лежит. Один уже замертво лежит, хорошо. Ну вот смотрите, писатель Александр Пелевин — это не просто автор романа «Четверо» и «Каринова яма». А писатель Александр Пелевин — это также Питер, писатель Александра Пелевина. А писатель Ольга Бренингер — это не только автор романа в «Советском Союзе» не была второго, а это также автор инстаграма Оля Бренингер. И эти вещи, они являются необъемлемой частью нашей писательской работы. То есть мы создаем сегодня не только текст, мы создаем какое-то пространство, а писатель как фигура является полноценной частью этого пространства. Но есть все-таки писатели, которые не в инстаграме. И кто их знает? Кто знает? Ну что-то в голову, что-то для писателя. Очень важно как раз для живого именно писателя, и чем он пока еще будет отличаться от искусственного интеллекта в течение какого-то времени — это вот этот элемент неожиданности. То есть действительно завести твиттер может любая нейросет скоро. А вот, то есть, ну, нужно что-то, чтобы писатель умел делать, ну, типа как уход Толстого, да? То есть то, что есть слово contingency, да? Это перформативность, Игорь, это перформативность чистая. Это перформанс. Я не согласен. Ночью шел, шапку потерял, уехал — это чисто перформанс. Смотрите, есть рекурсивность — это когда, как бы, вот то, что я говорил, отражение множества зерна. Это второе вам, да? Это рекурсивность. Да, это как раз вот то, что делает технологию технологией, потому что она, как бы, с этим прекрасно справляется. Но то, что сейчас вот пока принципиально не может делать, я тут встану опять на, ну, то есть, на точку зрения вот вашего, что есть пока вещи, которые искусственный интеллект делать не умеет, это вот с рекурсивностью справляется. А вот это contingency, то есть, как бы, неожиданность, такой элемент некоего странности какой-то, да? Вот это, то, что отвечает человек, это пока что еще не под силу. Но, как бы, над этим все-таки ученые работают. Хорошо. Значит, рекурсивность и... Во второе, не помню. Сколько лайфхаков мы тут... Вообще. contingency, да. Вы хотите продолжить тему contingency более? Я вообще не против. Я тут столько нового узнаю. Нет, ну, на самом деле, не то чтобы специально про это, но, в общем, мы, как бы, захватили и правильно сделали, совершенно логично, еще одну сторону литературы, да, что литература... Мы начали с того, что вот тексты может ли производить искусственный интеллект. А сейчас, мы, кажется, уже дошли до того, что литература, это, собственно говоря, это не тексты, может быть, даже совсем, а это фигура писателя, это его личность с перформативностью или с какими-то другими социальными проявлениями. И, ну вот, тут возникает действительно вопрос, можем ли мы создать там искусственный интеллект, который будет покрывать все эти, во-первых, все эти стороны литературной жизни, а, во-вторых, делать это, видимо, лучше, чем человек. И, ну, вот тут у меня тот же самый вопрос, что и у вас. А зачем? Потому что кажется, что человек, кстати, во-первых, справляется неплохо, и все имеют с этого фан. А, во-вторых, ну, все-таки кажется, что вот эта имитация социальной жизни, ее, я даже сразу как-то инженерно стал думать, действительно, как ее воспроизвести с помощью нейронной сети или других советского искусственного интеллекта, но подумал, что это интересная задача, так сказать, академически, но кажется, что все-таки приложения у нее будет немного, и снова у нас не получится стартап. Ну, вот мне очень понравилась эта метафора с искусственными шубами, и мне кажется, что мы понимаем, зачем. Вот в случае с искусственными шубами есть очень ясное понимание, зачем. Затем, чтобы не убивать, там, 40 животных, чтобы у тебя была одна норковая накидка, и не свежевать их, пока еще там их не убили. И в этом смысле мне кажется, что есть огромное количество текстов, которые можно было бы не писать человеку, а можно было бы написать машине, а человек в этот момент делал бы что-то более приятное, сидел бы на Никольской и общался с каким-нибудь чудесным тем, кто ему нравится, или сидел в парке, я имею в виду, но есть же, вот, и это происходит, и это производит впечатление невероятно естественного процесса, что в диджитал-сферу и форму, и в написании уходит огромное количество служебных текстов. Не существует никаких энциклопедий на бумаге, больше не будет никогда, да? Есть огромное количество там журналистских текстов простейших про курсы на бирже, про погоду, про еще что-то. Ну и ради бога, вот там, где просто информация нужна, которую нужно написать аккуратно, чтобы мы это поняли. Грубо говоря, объявление, где не нужно никакой души, где не нужно никакого человеческого содержания. Вот мне кажется, очень много усилий может освободиться там, и там я понимаю зачем. Новости тоже. Новости, да, просто грамотно сформулировать, просто донести информацию. Но, хотя, конечно, это отдельная прекрасная, интересная дискуссия о том, что информация сейчас гораздо меньше всех интересует. А интересует информация, если ты хочешь достучаться, интересует информация с эмоциями, интересует информация упакованная как-то нестандартно, и опять нужен человек, и опять нужны копирайтеры. И, по-моему, вот, кстати, рекламу искусственный интеллект не делает, потому что здесь очень важны нестандартные ходы, нет? Нет, как раз искусственный интеллект, ну, вовсю используется в политической рекламе, как мы знаем по делу Cambridge Analytica, когда там они манипулировали выборами в Соединенных Штатах и в Англии, и это вскрылось именно поэтому. Потому что, когда они манипулировали выборами в других странах, как бы это мало кого интересовало. Я хочу сказать, как раз ответить на вопрос, зачем, потому что мы как раз, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к сингулярности, потому что сейчас, на мой взгляд, просто с экономической точки зрения мир меняет кожу, совершенно новые типы экономики рождаются. Если мы раньше говорили об экономике внимания, то теперь мы говорим об экономике эмоций, экономике массовой слежки, и, как бы, вот эти типы экономики уже невозможны без массового, без искусственного интеллекта, и я убежден в том, что любой бизнес, который не нанесет тонкий слой хотя бы искусственного интеллекта, не напылит там на себя, да? Он просто не сможет существовать очень скоро, и мы видим, как крупные корпорации с капитализацией, там, у Амазона уже к триллиону приближаются, и это капитализация, и они устроены как пирамиды, да? Если мы посмотрим, я не очень силен, на самом деле, в марксизме, это мое слабое место, но, как бы, это очень выглядит, как, с марксистской точки зрения это можно интерпретировать, и это очень выгодно. Внедрять всюду искусственный интеллект очень выгодно. В экономике, где скоро мы все будем платить просто за то, что мы живем, за то, что мы здоровы, вот, недавно было... И так уже делать, да? Вот. Ну, никак, недавно. Недавно вот была статья в СНОБе, где про некий паспорт Фейсбука, и там речь шла о том, что, ребята, вот, нужно платить индустрии здравоохранения не за то, что мы болеем, а за то, что мы здоровы, за здоровье. И, как бы, скоро это, наверное, и будет. То есть, если вы не будете платить индустрии здравоохранения, то я боюсь себе представить, что произойдет. И с этой целью нужен искусственный интеллект именно экономически. Хорошо. Я предлагаю нашим дорогим спикерам просто какие-то финальные слова сказать Александру, Ольге и Борисову, потому что, если вы хотите задавать вопросы, мы вообще хорошо сидим, но вопрос? Ну, давайте. Ну, у меня, во-первых, небольшая реманка для вас, если можно, по поводу театральных продюсеров. Вернее, продюсеров и литературных. Литературными продюсерами сейчас являются литературные агенты, а так как в литературе очень мало денег, они не нужны написать, а отказываться за это. Как-то вы к вам сами себя быстро развенчали собственную идею. Ну, я просто вам отвечаю, вы говорили, почему их нет в литературе, почему они есть в кино и в театре. Просто это совершенно другие деньги, и продюсеры, литературные агенты, они отчуждают права. Понятно. Окей, а вопрос, у меня вопрос такой, мне удивительно, что мы не вспомнили еще айфак Виктора Пелевина, который, собственно, говорит о сингулярности, об искусственной интеллекте и прочих вещах, которые уже здесь обсуждали. Вот у меня вопрос такой, доступна ли искусственному интеллекту такая возможность, как сарказм писательский, который является важной, характерной чертой для современных авторов? Спасибо. Отвечает писатель, нет? А, и кто? Я гуманитарий. Я тоже гуманитарий. Давайте, давайте, Боря, ответим. Давайте я, как гуманитарий, отвечу. Нет, не доступен, потому что сарказм предупредит, предупредит, подразумевает некоторую, ну, то есть на сегодняшний день, да, мы как-то вскользь это упомянули, что есть как бы две концепции, искусственный интеллект и искусственный интеллект. Бывает искусственный интеллект слабый и сильный. Слабый – это то, что у нас есть сейчас, что он сейчас может делать, там, водить Теслу по дорогам. Есть сильный, который будет сознавать себя, будет понимать, что он не просто, значит, а что он прямо вот личность, искусственный интеллект. Вот этого сильного искусственного интеллекта пока нет. Когда он там будет, Бог видит, что ему будет доступно, а что нет. Может быть, и сарказм тоже, хотя что-то мы сомневаемся в гуманитарии на данный момент. А вот что касается нынешней ситуации, то она как бы такая немножко странная, потому что мы видим, что компьютер порождает какие-то тексты и вроде бы умеет с нами разговаривать. Но на самом деле, если вдуматься в механику процесса, то он ведь не понимает, что говорить. Он просто следует определенным правилам, условно говоря, закономерностям, которые он выучил, но при этом совершенно не представляет, что происходит. Что это какая-то беседа, что она может быть значима для человека. И поэтому сарказм – это такая очень, конечно, глубокая категория, которая недоступна искусственному интеллекту. Я поэтому вас и спрашивала, а если ему дать потом прочитать написанный им текст, тогда он, может быть, додумается и почишет свою реку? И что это я там написала? Ну, сатвем особенно плохо. Компьютеры как-то хода беда начинают распознавать иронию в текстах или сарказм как проявление иронии, но очень плохо это делают до сих пор, потому что вот это то, где человек постоянно обманывает машину, ирония очень как-то не дается. Компьютер все еще искусственному интеллекту не позволяет. Может быть, когда он станет сильным, тогда все получится. Оля, пожалуйста, мы уже потихоньку завершаем. Что вы хотели нам еще сказать? Что еще не успели мы услышать от вас? Ну, мне кажется, моим главным планом в сегодняшнем дискуссии была детальная перформативность. Пожалуйста, подумайте об этом, подумайте о том, что вы живете в эту эпоху, и вы, это не просто вы и ваш текст, а также все пространство, в том числе цифровое, которое вы создаете вокруг себя. Спасибо, Александр. Я, хоть и гуманитарий, но я на самом деле трепет, но жду и верю, что сингулярных как можно скорее наступят, чтобы искусственный интеллект жил рядом с нами практически таким же, как и мы, живым видом. Это будет круто и здорово. Слава роботам дает светлое кибербудущее. Ура, товарищи. Ура, спасибо большое. А мне вы не дали сказать. Ну, вы знаете, вот если надо оценить всю нашу дискуссию сегодня, то я боюсь, что ваши сейчас претензии будут несправедливы. Ну, просто реально... Да, это будет короткий финальный текст? Ну, это несправедлив, если честно. Нет, пожалуйста, я даю вам, пожалуйста, говорите. Я просто предлагаю вам говорить недолго. Так быть достаточно лаконичным, как другие ваши коллеги. Ну, просто на самом деле искусственный интеллект уже использует сарказм. Мы знаем примеры того, об этом писалось в американские трюки, в New York Times писалось не раз. А есть некие жалобы людей, которые жалуются на то, что искусственный интеллект над ними делает такие practical jokes. То есть он, например, пересылает содержание их телефонных разговоров друзьям. Он, например, распечатывает утром список похоронных бюро. А как это еще назвать? То есть вам нужны доказательства, ну, какие-то... Понимаете, мы здесь вот сейчас рассуждаем, и мы все так настолько уверены и убеждены в том, что в торжестве антропоцентричности, в том, что мы такие уникальные и такие замечательные. И когда вот, кстати, вы говорите про сильный и слабый интеллект, я считаю, что, к сожалению моему, глядя на то, как устроена издательская индустрия сейчас, я уверен в том, что для производства литературы искусственным интеллектом достаточно слабый искусственный интеллект. Сильного не надо. Вот. А сильный искусственный интеллект, конечно же, может появиться. Я считаю, вот в заключение скажу следующее, что, ну, как бы, единственным средством нейтрализовать технологическую сингулярность для всех нас является социальная сингулярность. То есть только если люди неким коллективным интеллектом при использовании всех своих возможностей и будут делать все, что они могут, и поддерживать друг друга, ну, как бы, это может звучать идеалистически, то тогда у нас, возможно, есть какой-то шанс. Так что вот. Спасибо большое, друзья. Борис Орехов, Ольга Бренингер, Игорь Шнуренко и Александр Пелевин и Фёкла Толстая сегодня с вами разговаривали, и, главное, не надо быть уверены в торжестве антропоцентричности. Вот вам и, конечно, дигитальная перформативность форева. Спасибо большое. Спасибо.